Вашу пресс-конференцию на ваши вопросы ответит главный тренер футбольного клуба Тюмень Евгений Евгеньевич Дурнев. Евгений Евгеньевич с победой, со справедливой, со сложенной. Ну и ваша оценка игры? Вы знаете, последние игры для нас складываются по-разному. По-разному, да. Вроде бы и с Тольятти мы тоже играли неплохо, но проиграли. А сейчас, в общем, я считаю, что при невыразительной такой игре все-таки качество у нас было сегодня не на нашем уровне, не на высоте. Достойный соперник был. Но все-таки мы победили. То есть бывают такие игры при невыразительной игре, но очки отбываются, приходит победа. Ну, думаю, что в принципе по делу мы были чуть-чуть поострее и свои моменты не отражили. Мы сразу реализовали, реализовали, что заставило хозяев уже играть немножко в другой футбол. Ну, не знаю, мне казалось, что то, что они играли в первом тайме, больше приносит результат, чем на то, что они перешли во втором тайме. Вот, и не зря во втором тайме и моментов у нас было бы больше. То есть, не знаю, я думаю, что и хозяева сами дали карту нам в руки, прежде всего, в свои игры. Вопросы? Именно такой был план на игру действовать на контратаках? Ну, вы знаете, вообще мы редко, когда действуем на контратак, стараемся все-таки мяч контролировать. Но, опять же скажу, что команда неплохая у вас там подобралась. И квалифицированные футболисты, и держательный мяч умеет в середине поля. Единственный нюанс, чтобы распорядиться потом, надо иметь высокую рефицированную футболисту. Я тоже люблю мяч держать, чтобы команда контролировала. Но сталкиваемся с тем, что если команда всеми силами обороняется, вскрыть ее, да, очень сложно. Опять же, нужны будут исполнители. Поэтому надо менять тактику, варьировать, где-то нужны. Воронцы опять второй номер. Мы сегодня сыграли второй номер, результат пришел. И еще вопрос. В ходе матча вы несколько раз в кромки выходили. Как оценивать судейство? Как оценивать судейство? А как его оценивать? Оценивать как судейство? Знаете, я только посмотрел статистику. Я только посмотрел статистику. Вы в Тюмени играли, на 20-й минуте удалили нашего футболиста. В 20-й минуте. Вторая желтая, как оценивать судейство? Оценивать так же, как вы его оцениваете. Вот и все, весь секрет. Понимаете, то, что вы не ездите в Тюмень за своей командой, не можете посмотреть, как ваша команда судит. Вот за исключением в Тюмень не ездим. На остальные матчи на все едем. Лучше вы в Тюмень ездили и посмотрели хотя бы стадион, к чему надо стремиться. И я вот опять же, прихожу, не знаю, мы до вашего стадиона, ладно, там живем далеко, в гостинице, в целом. Но стадион, вы еще так громогласно заявляете, постоянно задачи на первый лифт, на первый лифт. Знаете, я люблю команды, которые ставят перед собой какие-то задачи. Мне не импонирует, но вы посмотрите, на чем вы играете. Не знаю, может, что-то у вас изменится в ближайшее время. Но это не уровень команды, которая под верхних местах. Мы сейчас ваш стадион сравнивали с ИЗРами. С ИЗРами. Ну, что это, как бы, да. Хорошая команда и вот такой стадион. Ладно, там для нас эти условия, там раздевалки, там все оставшиеся. Вы знаете, что мы раздеваемся, чуть ли не в одной раздевалке, чувствуется, что это группа здоровья. Ну, то есть, все равно и ронда какая-то. Ну, ничего страшного. Ну, ходят они там через нас. Ничего страшного. А для болельщиков? Условия какие созданы для болельщиков? Решили, слава богу. Я думаю, что надо что-то менять. Нельзя просто так взять, поставить, задать что-то. У вас ходят болельщики, стадион? У нас болельщики ходят ровно столько же. Ровно столько же, как у вас. Они ходят. Но у нас еще слишком, знаете, мы не дорабатываем маркетинги в каком-то. Тюмень вообще представлена в спорте как бы очень так активно. У нас и волейбольная команда, в высшем дивизионе играет. И мини-футбольная, и хоккейная команда очень достойная. И болельщиков вообще есть, где разгуляться. Раздолье есть какое-то. И я считаю, что мы, конечно, с большим футболом чуть-чуть не дорабатываем. Хотя традиция у нас есть. Хотим, чтобы болельщиков было больше. У нас дело шикарно. А как вы оцениваете помощь со стороны области и со стороны отдельных бизнесменов? Кому? Ну, в клубу. Я первый раз об этом слушаю. Это, в принципе, не мое дело. Кто там, кому чем помогает. Знаете, я если с тобой какие-то моменты, да, они решаются. А уже с чего карман там достается? Мне, честно говоря. Знаете, я нахлебался этого Владимира, когда работал, да. И вот сейчас, когда вот этих нет каких-то лишних проблем, там, знаете, где 10 копеек достать, чтобы оплатить, я не знаю, там, какой-то билет, то здесь настолько как все четко и профессионально поставлено, что и вспоминаешь об этих моментах, как о страшном сне. Кто где берет, что где нет. Для меня. Ну, задачи есть уже на следующий сезон. Задача на следующий сезон? Задача на следующий сезон быть выше, чем в этом сезоне. Ну, не выход. А? Выход? Ну, да. Вы будете на выход. Да, мы на выход. Еще кто-то на выход. Всем места не хватит впереди. Ну, посмотрите, стадион. Причем здесь стадион? Причем здесь стадион, да. Опять же, на всех первых мест не хватит. Я думаю, что вы и прочно забронируете. Сейчас две команды выйдут, и вы первые, значит, да. А мы там где-то пониже. Ну, вот. Стараемся в хвосте и плестись. Ну, и если получится. Почему? 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 Знаете, это мой любимый тренер, да, Вчинников, он говорил, какое место вы хотите занять в следующем сезоне? Он говорит, вы знаете, места вверху все разобраны. Все разобраны. Те говорят, мы там займем, мы это займем. Все места разобраны. Он говорит, ну, значит, мы где-то там, которое осталось место. Так же и я говорю, что получится чем выше, тем лучше. Чем выше, тем лучше. Играть за 10-11 никакого желания. Максимум. Максимум задача с листа. Можно сказать, что сегодня наша команда сыграла без какого-то психологического пресса. То есть, в принципе, исход чемпионата уже понятен. Да мы-то боремся еще с Минстартом. Это вы ни за что не боретесь. А мы-то боремся. Ну, правда, посмотрите, кто мне так говорит. Я так понял, что вы ни верх, ни вниз. Но я думаю, что все равно, что, опять же, футболист деньги зарабатывает этим. То есть, опять же, предварительные игры. Нет. И вы в вашей играли с отдачей самостоятельно. Как бы хотели и выиграть, и все. Нет, в вашем вообще нет вопроса. А у нас? У нас тот психологический пресс того, что мы предыдущих проиграли. И вот и все. То есть, неожиданно так, неожиданно, да, молодые футболисты, но... Ну, я, опять же, не скажу, знаете, какая-то моя ошибка. Я человек новый в этой зоне, как бы, зоне Урал-Поволжен. И многие коллективы только вижу по видеозаписи. Не имею четкого представления, как бы. Ну, у меня сейчас, наверняка, будет еще какой-то опыт отрицательный, недвложительный, но вот этот любой опыт. Так что, в следующем году будет, наверное, во все рожи. Спасибо, господин. Спасибо.